Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Физкульт-привет, друзья и ученики! Давайте поговорим с вами сегодня о основных ошибках новичка, Я, человека, который только начинает свой путь в тренинге, в тренажерном зале, неважно, парень это или девушка, мужчина или женщина, все совершают одни и те же ошибки. И виноваты в этом не вы, друзья, а фитнес-бизнес-индустрия. Почему так происходит? Происходит так, потому что фитнес-бизнес-индустрия заточена на получение с вас как можно больше денег, выкачивать с вас бабло. Именно поэтому порождается огромное количество мифов, бредов, которые влияют на наш с вами результат, а точнее на его отсутствие. Именно начальный этап закладывает тот базовый фундамент, который позволит вам грамотно тренироваться, прогрессировать не только на начальном уровне, а потом, когда вы перейдете на уровень середнячок, если, конечно, доживете до этого уровня, посещая тренажерный зал. Большинство из-за этих ошибок как раз-таки тренажерный зал и бросают. Бросают тренировки. Давайте же перечислим эти восемь ошибок. Ошибка номер один. Выбор силового режима. Кардио или силовой тренинг. Ошибка номер два. Выбор упражнений. Ошибка номер три. Количество этих самых упражнений. Ошибка номер четыре. Акцент в тренинге. Стратегия и тактика построения силового тренинга. Ошибка номер пять. Частота тренировок. Ошибка номер шесть. Продолжительность силовой части тренировки. Ошибка номер семь. Отдых и восстановление. И ошибка номер восемь. Это питание и добавки. А теперь давайте тезисно поговорим о каждом из этих пунктов. Разберем его, как говорится, по полочкам, но тезисно кратко. Для тех, кто хочет более подробно изучить каждый из данных пунктов, из всех восьми ошибок, у меня есть статьи, видеоролики на моем сайте hmgym.ru, где вы сможете изучить их более досконально. Разложено будет все по полочкам. Выбор тренировочного режима. Кардио или силовой тренинг. Когда новичок приходит в зал, основной вектор его усилий необходимо направлять на силовой тренинг. Используя классическое кардио только как разминку и заминку до и после силового тренинга. Вне зависимости от целей и задач человека. Выбор упражнений. На начальном этапе тренинга весь костяк тренировочных упражнений должны составлять базовые движения. Становая тяга, приседания, подтягивания, отжимания от брусев. Именно вокруг этих четырех движений и должен строиться силовой фундамент, который в дальнейшем даст мощный прогресс в росте массы и послужит базой для построения по-настоящему мощного и сильного, а главное здорового тренинга. Более подробно я расскажу, почему именно базовые упражнения должны быть, а не изолирующие, в пункте номер 4. Тактика и стратегия. Следующий пункт. Количество упражнений. Чтобы строить по-настоящему мощный базовый фундамент, необходимо сконцентрировать свои усилия ограниченным количеством упражнений. Ибо если распылять свои силы, физические и ментальные, невозможно будет растить реальную силу, за которой в дальнейшем пойдет и масса. Акценты в тактике и стратегии. Необходимость концентрирования тренинга именно на силовой части продиктована несколькими очень важными причинами, которые определят весь наш дальнейший путь. Сложно будет тезисно донести суть в этом вопросе. Но главное здесь мотивация, которая закладывается именно с первых шагов в тренинге. И если они сделаны неверно, то и мотивация ваша будет низкой или нулевой. А зачастую вообще отрицательной, что мы чаще всего видим на практике. Для тех, кто хочет более подробно разобраться в этом вопросе, найдите мою большую статью о мотивации. Изучите ее, не пожалеете. Будете поражены и шокированы информацией. Следующая причина выбора именно базовых упражнений и силового акцента в тренинге, это укрепление сухожильно-связочного аппарата. Ибо только силовой тренинг в базовых движениях способен укреплять сухожилия и связки. В отличие от чисто культуристического тренинга в изоляции. Не будем забывать и того факта, что именно мощные связки лимитируют величину и силу мышц. И еще один не менее важный и значимый фактор. Это наработка нервно-мышечных связей. Ведь присед и становая тяга единственные два упражнения, которые задействуют все мышечные группы нашего тела. Создавая общий и довольно серьезный стресс. А чем больше стресс, тем больше нервных волокон будет задействовано, которые в свою очередь активируют большее количество мышечных волокон. Что, как вы понимаете, в изоляции просто невозможно. Наработав таким образом хорошие связи, организм будет более качественно включать их в работе на изоляцию, когда мы перейдем на культуристические тренировки. Частота тренировок. Не стоит тренироваться на этом этапе каждый день. Ибо человек и так испытывает стресс, включая в свою жизнь новые трудности. А для новичка тренировки это трудности. Плюсом к работе, учебе и другим социальным обязанностям и ответственностям. И даже если вы не устаете, и вам хочется ходить на тренировки чаще, не стоит этого делать. Пусть лучше вас тянет на тренировки, чем вы будете себя заставлять. Что может быстро свести на нет вашу неокрепшую и не сформировавшуюся мотивацию. Притормаживайте себя. Ибо утомить центральную нервную систему очень легко и просто. И опасно. Продолжительность основной части тренировки. Силовая часть тренинга не должна превышать 50 минут. Плюс необходимое время на разминку и заминку, которые в эти 50 минут не входят. Это продиктовано многими факторами. О которых вы можете также узнать более подробно из специальной статьи и видеоролика. Которые есть у меня на канале. Отдых и восстановление. Это два основных фактора, от которых вы должны плясать и сопоставлять с ними свои тренировки. Ибо они целиком и полностью определяют ваши возможности. К сожалению, большинство не задумывается даже об этом. Поступая в точности наоборот. Вгоняя себя в перетренированность. И вечное состояние плата. Застоя. Несоответствие отдыха и восстановления с тренировочными нагрузками и режимами. Также негативно сказывается на всех основных системах организма. Таких как центральная нервная система и эндокринная. Что влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем в целом. Не говоря уже о тренировочном прогрессе. Питание и добавки. Главное понять, что добавки всего лишь добавки к основной пище. И никакой протеин или гейнер не восполнят нехватку качественного белка или медленных углеводов. Комплексные витамины омега-3 и витамин D с кальцием. Единственное, что вам действительно понадобится на начальном этапе тренировок. Пейте чистую воду. Грамотно питайтесь по возможности натуральными продуктами. Обязательно пейте воду во время тренировки, до тренировки, по окончанию тренинга. И конечно же в течение суток. Съедайте быстрые углеводы только сразу по окончании тренинга. Стараясь избегать их в течение дня. Эти простые правила помогут вам грамотно начать свой путь в нашем железном движении. Помогут выстроить силовой фундамент. Сохранить и улучшить здоровье. Укрепят вашу мотивацию и будут залогом дальнейшего и постоянного прогресса. В дальнейшем, когда вы преодолеете начальный уровень, перед вами откроются новые горизонты. Которые будут достижимы благодаря именно правильному прохождению начальных этапов тренинга. Обо всем об этом более подробно вы сможете прочитать в моих статьях на сайте hmgym.ru в статьях ступени, в которых расписаны грамотные тренировочные схемы на первые два года тренинга. Друзья, я стараюсь максимально доходчиво доносить до вас информацию. Даю ее вам совершенно бесплатно. Делюсь своим опытом и практическими знаниями. Надеюсь, вы поделитесь этим видео с друзьями, чтобы все знали, как грамотно, из чего начинать свои тренировки. Все мы с вами принадлежим к одному движению и должны помогать и поддерживать друг друга. А как иначе? По-другому никак. Когда вы закончите свой уровень новичка, а лучше всего, как это сделать, у меня описано в статьях ступени. Это четыре ступени начального уровня, где все разложено вам по поводу тренинга. Как, что делать, сколько подходов, сколько повторений, к чему стремиться. Это четыре ступени. В каждой из четырех ступеней вы найдете в конце тесты нормативы. Пройдя которые, сдав которые, вы сможете перейти на следующую ступень. Это будет гарантией того, что вы грамотно, шаг за шагом двигаетесь к своей цели, сохраняя и улучшая свое здоровье. А что может быть лучше и грамотнее? Ну что, друзья, для тех, кто уже прошел все мои четыре ступени, вступайте в мою закрытую платную группу, где вы будете получать самые грамотные тренировки, построенные по принципу циклирования, периодизации, основанного на различном типе мышечных волокон. Только так можно прогрессировать, тренируясь натурально. И даже если вы тренируетесь с использованием фармподдержки, нет ничего лучше периодизации, когда вы будете прокачивать все три типа мышечных волокон. Гликолитические, окислительные, промежуточные. Когда будете тренировать силу, выносливость, массу. И только так можно улучшать свое здоровье, свое физическое состояние, свою форму. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем пока. Сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите, уже в ближайших видеороликах я вам покажу и расскажу, как я тренирую свои дельты на промежуточные мышечные волокна. Будет очень интенсивная и интересная тренировка. Советую вам ее не пропустить. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренировок, как раз таки рассчитанный на циклирование. Периодизацию на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки. По дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok